здравствуйте гости друзья и коллеги вы на канале авто и болит зовут меня николай сегодня у нас будет интересное видео сегодня к нам едут санкт-петербурга представители компании новол спектрал будут показывать свои материалы разные интересные возможно какие-то мысли честно я не знаю что будут показывать я их жду позвонили сказали что заехали в магазин кушают вот-вот будут поэтому давайте подождем их ведут а может гости а может все остальные 31 регион раз посмотрим кто это можете сюда вот эта машина евгений новая свежая красивая доброго здрасте николай и николай и евгений выгружайтесь заходите да с приездом вас мы вас все встречаем видите какая по-любому мы такие тут же почти дом я тут почти живу на нашей аллее славы появилась новая представительница и так а кто она такая зовут екатерина это наша представитель красноярске вот она работает с нами сотрудничает и чем занимается вы говорите непосредственно увлекается аэрографией вот и наши материалы тоже представляет в красноярске интересно 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 шпаклевок но смысл показывать универсально если все не знаю взяли шпаклевки которые мы считаем рядовыми до интересными и показать вопрос такой я просто как бы на волок работал и вот мне в чем шпаклевка не нравилось в такой момент не знаю ушел он все то что они забивали наждачку на самом деле есть это неплохо я знаю что это неплохо по-самному для нас безусловно нужно понимать с чего стоит шпаклевка да это смола полиэфирная и какой-то какой-либо наполнитель они бывают разных допустим да вот в зависимости от того какая эта шпаклевка какой наполнитель до смолы может быть больше чуть больше чуть меньше да и бывает так что после нанесения шпаклевки смола иногда выступает на наружу да но в этом ничего нет такого плохого и небо страшного да этот слой до который вот выступает он такой достаточно липкий да его можно снять там допустим бушной наждачкой да и дальше обрабатывать шпаклевка будет замечательно и в этом кто-то говорил что это как бы даже немножечко лучше может быть для того что она бы вышла полиэфир вышла быстрее будет садиться в этом смысле жидкую шпаклевку надо разбавлять необычным растворителем каким-то родным до родным мы со сильным разбавить эпоксидным если жидкая шпаклевка да это смола там будет эфирная также как и скажем так классический просто разводить у нас будет за счет пистолета проводится не сказали что именно к нему надо именно разбавить это уже готовый состав то есть у нас два компонента сама непосредственно шпаклевка и отвердитель к нему ну а разбавлять чем ее она уже разбавлена я пришел 20 лет он он был он старше вот всех приветствую меня зовут павел я являюсь полному рус вот рад что вы видели сегодня время да мы к вам приехали небольшой демонстрации до наших материалов для компании нового вот здесь представлены у нас две линейки так скажем не вся целиком линейка но такие самые скажем интересные может быть да для вас продукты это линейка next и линейка spectral вот хотелось бы сегодня рассказать немножко об этих материалах да и в практической применении их в общем то попробовать скажем так вот поэтому немножко скажу наверно в принципе о компании долл да это большая компания вот она ей уже больше 45 лет начиналось все в принципе с гаража да и ее производства 2 так скажем фанаты своего дела решили создать что-либо да в авторемонтной сфере да и это была шпаклевка на данный момент большая корпорация с большим объемом производств вот туда входит не только вот данной линейки там допустим материалов как next spectral также еще и classic car это ремонт восстановления классических автомобилей то есть это грунт и лаки до для восстановления классических автомобилей это также industrial линейка да это линейка для скажем так окраски там ремонта всевозможных коммерческого транспорта да там металл конструкции так далее так далее то есть от дешевых от дешевых до самых премиальных можно абсолютно закрыть все потребности можно но что у нас сегодня будет вот тут прямо сегодня у нас две линейки вот это авторемонтные линейки это шпаклевки грунты и лаки безусловно да и некоторое покрытие защитный типа антигравийное покрытие ну каждой продукте так более подробно покажу и расскажу по ходу встречи это не да и небольшой так скажем ассортимент который мы собой прихватили к вам это линейка спектрал это линейка станционная до самые наиболее интересные на мой взгляд позиция до который может быть вас заинтересует да вот мы взяли с собой грунты красавчики красавчики не маркетологи кто те кто делал эти банки они просто красавчики придумали все вот это самые соотношение цветов белый красный черный просто молодцы акриловые универсальный грунт 3500 то есть он идет версии мокрый по мокрому и так можно и новый грунт инновационный на данный момент это аспартановый так называемый грунт вот он после нанесения с сокры всего лишь 20 минут при через 20 минут можно все шлифовать все уже не надо два часа шум я так жил гайба вот это человеку такой грунт нужен будет такси которому сказали вот те машина сделай ее вчера да пусть он тебя купить его и быстро сделать машину конечно вот это да пробовать здесь уже основа не акриловая да как такие традиционные больше аспартанова основа ну а снова другая не акриловая если допустим классический грунт и на акриловой основе да вот так и скажем был самый допустим извиняюсь к нему значит разбавитель на другие или нет а вот как раз таки родной какой-то наверно разбавитесь идет такой классический больше для акриловых грунтов но видимо постарались чтобы нам было не тяжело чтобы было удобно просто достаточно вот он разводится один к дому то есть никакой трудности нету то есть как не в применении то есть все есть абсолютно да абсолютно все есть на сайте и все это тоже об этом расскажу вот ну и начнем наверное по порядку да то есть хотелось бы чтобы тоже вы поучаствовали да конечно конечно мы для этого тут нанесение опять же наших продуктов вот посмотрели как они работают так все начнем облегченные да это light шпаклевка и карбон соответственно оба light этот light этот light так вот карбон light этот просто light первая шпаклевка light так вижу наверно да можно назвать здесь основа у нас пластиковые микросферы легко шлифуется наносится тоже очень скажем так можно и помешать потом конечно 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 можете дать мешалку а ты помешать смысле в этом размешать ну давай 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 интересно даже она даже по если скажу поэтому она чуть-чуть даже не такая как как боди как мы берем допустим миппу ну да она пожиже да пожиже наверное я думаю пропорция наверно такая ну вообще похожи можно как его всегда ну как правило там просто я еще никак не могу отойти потому что летом вообще конечно же достаточно одного раза до смешать по веса и понимают там ну допустим вот технически написано допустим там свой своя пропорция там три четыре грамма там допустим да она скрылась по грамм допустим да вот это понять проще всего на весах ну что первый раз увидеть какая это потому что многие когда начинаем рассказывать показывают да понятно в зависимости от условий да какая у нас сезон опять же тоже важно помещение прогрева прогрева продукт холодный металл холодный там или и так далее куда мы наносим наноси вот сюда и сколько по времени она вот застывает вообще у них технички а мы сейчас проверим около 20 минут скажем так около 20 минут течение 10 минут я могу спокойно вообще мазать если есть да да если есть лампа то можно застовывать скользкий процесс будем пробовать это розовая стала да потому что твердите здесь конечно лучше я смотри пор не так пор что такое вообще поры они появляются я не знаю из-за того что может она гуще густоватая ну вот в самой банке допустим да здесь мы даже визуально да если посмотреть то мы особо каких то там пор ну каких то там пустот да мы не увидим по большому счету их не может может их там нет на самом деле вот поры появляются после смешанного как мы начинаем смешивать воздух загоняем воздух и воздух соответственно да и уже после нанесения да видим что где-то вот мы слишком хорошо взбили массу так как шпаклевка облегченная да и ко всему прочему здесь наполнитель как уже сказала да здесь пластиковые микросферы если в сравнении с классическими шпаклевками которые в состав входит там допустим мил там допустим периды бориды дам и так далее они в основном пропитываются все смолой и для того чтобы получить нужную консистенцию шпаклевки до смолы необходимо в больше как правило да здесь в данном случае у нас наполнитель это пластиковая микросфера а пластик он сам по себе не впитывает поэтому самой смолы необходимо меньше а вот и поэтому еще скажем так и меньше усадки соответственно сладу сад и потому что до того чему улетать ну эксперт безусловно нас эксперт пробные скажем да ну не обычно потому что допустим допустим если с обычной ну как вот допустим я работаю с поплевкой чуть-чуть и она конечно как она носится интересно не так как вот видать вот это вот составляющая посохла да уже много мы добавили все таки мне кажется чуть-чуть так у нас гости леонид оленя николай меня зовут константин юрий остальных представиться сами хорошо чтобы с пакетом что у вас там колон костюм чудесненько все правильно по поводу хотел бы задать вопросы узнать у вас как вообще дела обстоят в работе когда есть какие-то оцинкованные детали там допустим до шпаклевки естественно как как они держатся вообще хорошо ли есть это трудности там при нанесении там шлифовки и адгезии опять же так оцинковой поверхности вот я работаю за пусть вот мило на них видно допустим вот она если не показано алюминий там пластик вот мы работаем если написано по цинку можно покрывать мы покрываем ее по цинку и пока проблем как бы я не видел есть много есть проблема в том если допустим это другая шпаклевка боди вот я брал боди тоже облегченная мульти 290 до 290 вот с ней проблема есть да если она попадает на оцинкованную деталь она начинает долл есть линейка вообще тоже локрачных материалов это но у профессионера самая такая популярная вообще да и известная всем вообще линейка там лишь шпаклевка профицинк производится да вот и проблема в данном случае уже решена по большому счету да то есть относительно да там адгезии к цинку но вот наши производители пошли дальше да и в спектрале выпустили средства называется пассиватор extra 715 это скажем средства для адгезии между цинком и любой полиэфирной шпаклевки любой полиэфирной шпаклевкой то есть работает элементарно да ну я так условно шли покажу до флакончик виде споры спрей такой да то есть да то есть мы наносим допустим один дарди у нас голый цинк там допустим ждем там пару минут вытираем нас к можем обезжирить опять же да и соответственно любая смысле обезжирить после этой штуки да можем и если есть желание можем сразу то есть думал ничего ничего да да она соответственно создаст пленочку да надо обезжиривание если на железо зимой да она не не испортит никак то есть обезжиривание никак не повлияет на то что мы допустим перед этим вот именно посеватом мысли почему пошли этим путем потому что у производителей очень много видов цинка да то есть там больше 50 это может быть еще еще больше да вот и изобретающей пахлевку под какой-то конкретный там цинк да ну достаточно проблематично скажем так это можно да но тем не менее вот поэтому пошли вот по такому принципу соответственно средства до которая позволит нам эффективно работать и зерник скажем да средства для увеличения а можно спросить основу его что это такое вообще основа из чего она сделана как она работает ну просто интересно пытливый ум не дает покоя я думаю что уже многие слышали о том что меня нет ни в том смысле чтобы я сделал сам это я не в этом смысле мне просто интересно я думал она высохнет как химия вроде не химия обезжириватель не обезжириватель что это вот на просторах опять же интернета да и многие уже делали обзоры да и на похожие средства и вообще в принципе да да туда входит к всему прочему там еще свои добавки определенные до которые в общем-то ну как-то на химическом уровне там помогают в общем-то да скажем так создавать адгезию просто я никогда не видел может к моему своего моему стыду я не видел я слышал слово пассиватор но у меня слово пассиватор абсолютно петр стоичев его показывает и у меня в слове пассиватор это что-то такое когда закатываешь банки на зиму вот что-то такое чтобы дрожжей там не было не знаю может я путаю конечно что такое с этим связаны но как оказалось это вот для адгезии да переводит цинк пассивное состояние то есть именно немножко скажем поэтому флакончик его хватает на надолго на самом деле хватит не растирать ничего не на просто попшикал и попшикал да может там пару минут буквально подождал до вытер на сука да и начинаем все